Убрать живот и бока быстро и легко с пользователя здоровья и в домашних условиях в принципе реально. Однако большинство хочет убрать живот и бока, считая, что это просто косметическая особенность вашего организма. Они немножко ошибаются. Абдоминальное ожирение это огромная медицинская проблема. В зависимости от своего размера, указывающая на уровень вашего нездоровья. И решать которую необходимо в комплексе. Просмотрев это видео до конца, вы узнаете, какие опасные для здоровья и жизни риски скрыты в вашем животе. Вы также узнаете наиболее эффективные способы снизить объем живота. Ну и что делать, чтобы не попасть легко и просто в медицинский бизнес. Прекрасно, если желание убрать живот и бока возникло у вас на этапе до появления зеркальной болезни. Ну и пока вы носки ботинок видите без помощи зеркала, не отраженным, а непосредственно напрямую. В этом случае у вас максимально возможный выбор способов убрать живот, о которых я скажу позже. Хуже, если вам уже сложно самостоятельно залезать шнурки. Живот мешает, вы вынуждены задерживать дыхание и это уже не самая простая ситуация. Еще хуже, если одышка появляется до третьего этажа или при подъеме на 60 ступенек. И чем раньше у вас появляется одышка, тем хуже. Особенно, если за ближайшие три минуты ваш пульс и артериальное давление не возвращаются в состояние нормы. То есть от 60 до 80 ударов в минуту. В этом случае физнагрузки в борьбе с животом вам уже не показаны. Развиваются явления миокардии и дистрофии. И с физнагрузками можно легко ухудшить состояние и попасть в сердечную недостаточность. Ужасно, если вверх пошло и артериальное давление. В этом случае нарушена проницаемость сосудов. А значит темп развития атеростероза сосудов ускорен. И физнагрузки могут легко спровоцировать инфаркт либо инсульт. ВСД, которую при этом ставят, очень коварная вещь. Не сложно подобрать оценку вашего уровня здоровья, когда есть хруст сустава, который сменяется болью в суставах. Появляется варикоз, геморрой, головокружение. В этих случаях, в лучшем случае, вас при неправильном снижении веса могут остановить просто суставы. А в худшем случае, сердце скажет нет тем нагрузкам, которые вы даете, когда высокая вязкость крови присутствует хронически. Не так же сложно подобрать оценку вашему отношению к своему здоровью, если вы не знаете свой уровень холестерина, сахара в крови, другие показатели. А также не знаете, как работает печень. В которой часто при избыточном весе наблюдается жировой гепатоза или как называют ожирение печени. Кроме состояния печени, о работе которой я, наверное, уже подписчиком канала Плеш проел, неплохо бы знать еще и состояние почек. Которые при каждой попытке снизить вес, увы, приближаются к почте недостаточности. Почки, напомню, не восстанавливаются. Печень в этом плане более благодарный орган. Ей только дать раздышаться, она восстановится и отплатит вам взаимностью. А также неплохо бы знать состояние сердца, который уже при наличии ожирения работает с перегрузкой. И сложно предположить реакцию сердца на дополнительные нагрузки. Все эти органы при снижении веса будут испытывать значительную нагрузку, а часто и перегрузку. Выдержат ли ваше желание похудеть быстро и легко? Представляете себе автогонщика, который, не проверив состояние авто, попробует погонять его на максимальный по спидометру скорости. Авто какое-то время поездило, но перед ним же есть спидометр. Можно же, оказывается, давать вот эту скорость. А выдержит ли автомобиль? Камикадзе вам не напоминает? А многие, к сожалению, так поступают. Считая, что быстрое снижение веса, на него здоровья хватит. Способы ведь быстрые. Одну-две недели потерпеть и все. И вы в шоколаде, вернее, без живота и без лишних боков. Не все так просто в королевстве датском. Какие способы наиболее эффективны, чтобы убрать лишний животик и боков? Чтобы убрать только жир из этих мест, нужно усилить местное кровообращение. Это можно сделать несколькими основными способами. Конечно, утеплить. Можно использовать синтетическую ткань. Я бы советовал использовать лучше шерстяную ткань. Иначе токсическая нагрузка на почки гарантирована. Шерстяная ткань будет согревая пропускать те шлаки, которые будут удаляться через кожу. А синтетическое блокировать. Обратное всасывание. Здесь возможны разные варианты. Можно нанести местно разогревающую мазь. Да, обмен веществ ускоряется, кровообращение усиливается, жир растворяется. Но нужно смотреть состав. Насколько он безопасен для организма, для почек. Чтобы то, что раздражает местно жировую ткань, может не совсем безопасно быть. И для почек, и для сердца, и для печени, и для мозга. И для иммунной системы, и для эндокринной системы. Нужно всегда осмотреть состав. Более безопасен массаж. Может быть ручной, может быть аппаратный. Тоже улучшение кровообращения. Все прекрасно. Жировая ткань уменьшается. И вы получаете тот эффект, который хотите. Можно задействовать мышцы брюшного пресса. Либо выполнять известные распространенные упражнения. Либо активируйте мышцы аппаратами. Мышца работает. Обмен веществ ускоряется. Жировая ткань рассасывается. Если эти действия будут происходить на фоне ограничительной диеты. Эффективность снижения веса только увеличится. Но! Здесь есть один маленький нюанс. Очень важный. Для вашего здоровья. Станете вы одним из перечисленных способов бороться с животом и боками. Либо используете другие. Не имеют существенного значения. Следующий этап. В любом случае. Уменьшение объема жировой ткани. Это перемещение из жировой ткани. Окисленного холестерина. Липидов. В кровь. А вместе с ними в кровь попадут. И растворенные в жирах пестициды. Ербициды. Канцерогены. Откуда основной путь их движения из организма. Через фильтр печени. А в печени уже на этапе набора веса. Есть явление жирового гипотоза. В разной степени выраженности. Эти явления усиливаются. При каждой попытке. Вот таким вот образом снизить вес. Потому как не готовая к такой интенсивной работе печень. Она просто-напросто блокируется теми жирами. Которые неожиданно попали в кровь. Если печень их не будет убирать из жировой ткани. Увеличивается жесткая вязкость крови. Жиры, заряжавшиеся в крови. Увеличивают вязкость крови. И дают дополнительную нагрузку на сердце. На сосуды. От нечего делать. Безусловно будут откладываться. И в стенках сосудов. С развитием атеросклероза. Поэтому если месяца за 2-3. До начала снижения веса. И во время борьбы с животом и боками. Не заниматься активной печенью. Все как вы понимаете. Будет только ухудшаться. Выведенные из жировой ткани. Будет концентрироваться. Кроме того в наиболее активных клетках. И на стенках сосудов. Атеросклероз или онкология. Будут развиваться в таком организме. Все зависит от генетики. От ваших индивидуальных особенностей. Это важно знать. И понимать. Насколько это важно. Именно для вас. Надежды на быстрое очищение. И восстановление работы печени. Это блед. Печень прекрасно регенерирует. Но для этого нужно. На месяцы. Создавать оптимальные условия. А не ставить жесткий стресс. На несколько дней. Либо недель. Посмотрите мое видео. На моем канале. Консультация врача-диетолога онлайн. Там много полезной информации. В свободном доступе. Можете заказать и книгу здесь. Финтэссенция того что нужно. Для работы печени и почек. В данном случае. Чтобы снижение веса было безопасным. Такую книгу тоже можно заказать. А более из случая. Недавно попал в одну компанию. Нескольких успешных мужчин. Они далеки от медицины. Образ жизни которых. Гиподинамия. На фоне эмоциональных перегрузок. А несбалансированное питание. Заметно было даже при поверхном самосмотре. Ожирение. Облысение. Отеки под глазами. Изменение ногтей. Официальная медицина. К сожалению. Для них такое не лечит. А только сопровождает. Симптоматическими средствами. И у меня. В процессе общения. Проскочила одна мысль. Не самая простая. Говоря юридическим языком. О неофициальной медицине. Приговоренной к смерти. Правда. С отсрочкой исполнения приговора. Причем в лучшем для них случае. Умрут через десяток-другой лет. От цирроза печени. Распространенность которого. От разных причин. Растет. А в худшем случае. Не доживут до цирроза. И внезапно умрут. От возникающих на фоне жирового гепатоза. Либо стеатогепатита. Метаболических нарушений. Под названием смертельный квартет. Причем умереть могут в любой момент. На работе. Либо на отдыхе. Либо в пути на работу. В пути на отдых. Действие либо бездействие. В данном случае. Одинаково опасно. Анализируя. Влияние. Питание. На. Место цирроза печени. В структуре смертности. Я обратил внимание на интересные особенности. Я был в Германии. И в одном заведении общепита. Выбрал продукты. Для приема пищи. На меня сбежало смотреть практически все заведение. Они сказали. У нас так не питаются. Я их понимаю. Но их система питания. Определенным образом влияет на место цирроза печени. В структуре смертности. А именно. Каждый второй житель Германии. Регулярно употребляя медикаменты. Имеет медикаментозный гепатит. А там где гепатит. Хронически там всегда и жировой гепатоз. То есть это гепатит у них есть. И вероятность умереть от цирроза печени у них присутствует. Больше того. Немцы еще и употребляют алкогольные напитки. И должны ускорить этот процесс. Что мы имеем в результате смертность от цирроза печени на десятом месте. Почему не доживают немцы до цирроза печени? При куче вредных факторов, которые должны это спровоцировать. От чего они могут умирать? Кардиологические, онкологические заболевания. Они на фоне жирового гепатоза выносят приговор, увы, значительно раньше. Я посмотрел на структуру смертности в Америке. Она иная. Да. Система питания американцев тоже подлежит определенной критике. Но у них цирроз печени стоит на четвертом месте. Да, я понимаю. Там великолепно отработана технология. Оттуда бы немножко здорового образа жизни. И было бы лучше. Потому как люди в меньшей степени способны дожить до цирроза печени. Они умеют от сердечно-существы заболевания. Хотя и там есть свои нюансы. На мой взгляд, перекармливают американцев медикаментами. Нужно только доказанных смертей от осложнений фармакотерапии около 100 тысяч в год. И печенью нужно заниматься. Важно заниматься. И контролировать метаболизм, который контролирует печень. Почему? В метаболическом синдроме, который возникает на фоне жирового гепатоза, либо стата гепатита. Есть 4 основных компонента. Важно знать все из них. При первом компоненте метаболического синдрома, а именно повышенном уровне сахара в крови и сахарном диабете, официальная медицина не нашла ничего иного, как просто снижать уровень сахара в крови. Да, это нужно. Но вместо улучшения углеводного обмена веществ в клетках, это провоцирует организм на более активное использование жиров и белков. Соответственно увеличивается развитие атерослероза, подагре это два следующих компонента, о которых я сейчас и расскажу. При втором компоненте, высоком уровне холестерина и соответственно атерослерозе сосудов, чаще статинами прессуют печень, мешая вырабатывать в принципе нужный для обмена веществ холестерин. И ускоряет переход жирового гепатоза в цирроз печени. При повышенном уровне мочевой кислоты и подагре, мы не нашли ничего иного, как больные почки из последних сил выводить мочевую кислоту. Заставить хромово бегать конечно можно, но бегать-то он будет недолго. Артериальная гипертензия возникает либо самостоятельно, либо как осложнение каждого из этих вариантов, потому как нарушение обмена веществ в принципе провоцирует самостоятельное повышение артериального давления. Но при атерослерозе сосуды хрупкие, мочевая кислота, мягко выражаясь, тоже не сахар. При повышенном уровне сахара развивается диабетическая ангиопатия и нарушение работы почек со вторичным повышением уровня артериального давления. Вот степень повышения артериального давления при этих трех компонентах, это степень риска, когда мнимое благополучие очень быстро нарушается и очень критически. В лучшем случае доводит до инвалидизации. В любом случае химические препараты это способ ускорить процесс движения к циррозу печени. Печень к большинству из них относится плохо, а в попытке обезвредить страдает сама. Как я люблю профессию врача, которая позволяет, несмотря на все усилия человека сократить себе жизнь, дарить людям годы и десятилетия жизни. Что делать, чтобы не попасть в медицинский бизнес? Если ничего не делать, то нужно обеспечивать постепенное увеличение веса. Ведь при каждом его снижении из жировой ткани в кровь попадают и опасный холестерин и канцерогены. Если же заняться снижением веса, тогда снижать вес нужно правильно. Чтобы из тренажерного зала, либо фитнес-клуба не попасть прямо в медицинский бизнес, вам нужна реальная диагностика вашего уровня здоровья, которую можно пройти в ближайшей поликлинике, и только после которой станут понятными особенности вашего организма, используя индивидуальные особенности которого, и применяя правильное питание, медикаменты, травы, можно не только убирать жир на животе и боках, но и одновременно улучшать работу печени, почек, сердца, контролировать правильный обмен веществ и оптимально быстро, а самое главное, безопасно для вашего здоровья и жизни, снижать вес, убрать и живот лишний, и бока уменьшить, перечисленными ранее и иными средствами. А пока вы думаете, ставить вам лайк на это видео или не ставить, отправлять его друзьям, знакомым, родственникам, я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.